В Славянский район продолжают пребывать жители из восточных районов соседней Украины, не желающие быть свидетелями тех страшных событий, которые там развернулись. О том, как ведется работа по оказанию помощи беженцам в Славянском районе, смотрите в материале моих коллег. Рисковать жизнью своих семей под обстрелами и бомбардировками не хочет никто. Жители Украины бросают свои дома и, взяв только самое необходимое, ищут убежище на нашей территории. Как сообщает пресс-служба администрации Славянского района, более 850 человек из Донецкой и Луганской областей уже нашли приют в районе, обратившись в штаб по оказанию помощи беженцам из Украины. Возглавляет его глава Славянского района Роман Синеговский. Главная задача, которую он ставит перед штабом – обеспечить взаимодействие всех структур при поддержке граждан, покинувших свою страну. Помочь соседям – священный долг, считают жители нашего района. На территории всех сельских поселений созданы центры сбора гуманитарной помощи. В Славянске на Кубани такой пункт расположен по адресу улица Школьная, 320. Неравнодушные славянцы везут сюда предметы первой необходимости и продукты питания, в которых сейчас так нуждаются вынужденные переселенцы. В Славянском местном отделении районного Красного Креста также помогают беженцам. Активисты этой организации собрали очень много вещей, которые были переданы украинцам. Продукты питания и вещи первой необходимости. Краевой комитет общества Красного Креста выделил нам гуманитарную помощь в виде постельных принадлежностей. Это будут наборы постельного белья, полотенца, одеяло. В общем, всё новенькое, хорошее, упаковано. Администрация нам в этом помогает. В Славянске-на-Кубани немало отзывчивых людей. Они искренне подставляют плечо и оказывают людям конкретную помощь. Среди них есть и предприниматели Славянского района. У компании «Славянск-эко» на попечении находится семья, приехавшая из Луганска. Их прибыло шестеро человек, трое из которых – дети и подростки. На момент знакомства ситуация была печальна настолько, что люди были в отчаянии, не было элементарных продуктов питания, нечего было кушать, средств личной гигиены, никаких медикаментов никаких не было. Чувствовалось такое нервное напряжение из-за неопределённости. Мы сразу же попытались, скажем так, оказать посильную помощь продуктами питания, медикаментами. В дальнейшем стараемся поддерживать с ними связь и оказывать помощь всеми бытовыми, скажем так, вещами. Семья Пакуевых, как и многие, были вынуждены переехать в Россию, так как обстановка на Украине была страшная. Самолёты, снаряды, звуки сирены – всё это нагоняло жуткий страх на взрослых людей, не говоря уже о детях. Наталья вместе с мужем Олегом Пакуевым и мамой Клавдией Ивановной, а также с тремя детьми, не раздумывая, решили уехать, бросив в луганский двухэтажный дом, квартиру и многое другое имущество. Они очень благодарны за оказанную помощь и проявленную человечность в Славянском районе. Мы очень благодарны, кстати, этому предприятию, особенно выпрямцему Денису Ивановичу, а откликнулся именно с их организацией, взял шество или… Ну, связывался с Новием Костя. Шелковников Константин – это просто, говорю, это сама доброта, это человечность. Да, он постоянно звонил, что надо, приезжал, спросил, что надо. Он написал списки, и медикаменты, и продукты питания, и стиральную машинку нам сразу же помогли. Мы поехали забрали ее. Затем он нам забрал бензином, помогали деньгами, чтобы мы оформили документы, ФМС, и здесь же все платно. Наталья вместе с мужем признаются. Все нажитое почти за 25 лет совместной жизни, конечно, жаль. Но они готовы начать все сначала, здесь, на Кубани. Только бы не возвращаться обратно, чтобы не слышать и не видеть отголоски войны. Конечно, очень трудно смотреть на то, что сейчас происходит на Украине, и как страдает наш братский народ. Самое главное, что многие славянцы не остаются в стороне, и всегда готовы откликнуться на чужую беду. Примером этого служат пункты сбора помощи, куда жители ежедневно приносят вещи и продукты, а также люди, которые обеспечивают беженцев жильем и оказывают другую безвозмездную помощь. Напоминаем, оказанием помощи занимается оперативный штаб, который организован в городе и районе. Любой житель района может помочь людям, попавшим в беду. Если вы готовы принять беженцев, обращайтесь по телефону 8 861 46 4 15 81 или по круглосуточному телефону дежурного администрации 8 861 46 4 11 12. Тина Копачевская, Сергей Тимовский, Александр Косицын. Программа «События». Тина Копачевская, Сергей Тимовский, Александр Косицын. Программа «События».